Эй, привет, ребятки-хотятки, это я, Антоха Бустер, и я бы хотел ответить в этом видео на вопрос, как стать саунд-дизайнером в 2020 году. Видео полезно будет как и начинающим ребяткам, кто интересуется этой сферой, так и тем, кто уже ебут в поте лица и пытается заработать свою копеечку. В общем-то, здесь вся правда, все, скажем так, тезисы, которые я накопил за время изучения этой индустрии, за опыт, полученный как на фрилансе, так и в игровой индустрии, так и в киноиндустрии, в которой я сейчас, именно сейчас активно развиваюсь. Кто меня не знает, я в этой профессии уже плюс-минус там 10 лет, а может больше, я, в общем, сбился со счета, где-то в 24 я начал погружаться с головой в нее, сейчас мне почти 33, вот и считайте сами. Короче, опыт есть, поэтому послушайте, возможно, оно покажется вам полезным и поможет ребятам, кто хочет дальше двигаться в нашей звуковой индустрии. Для начала давай представим, что ты только-только прикоснулся к теме звукового дизайна и начал колупаться в статьях каких-то, смотреть, что к чему, нашел мой канал, нашел еще канал ребят каких-то и такой, о, нифига себе, так это творческая интересная работа. Да, вы правы, это действительно очень творческая работа, которая подразумевает в себе совокупность очень большого количества различных навыков. И в нашей стране это еще и, к сожалению, совокупность не только узконаправленных навыков, но и обширного опыта работы над конкретными проектами. В общем, вся правда заключается в том, что если ты хочешь быть саунд-дизайнером, то тебе нужно и на дуде играть, и крестиком вышивать, и только так ты сможешь понять вообще, как двигаться и как попасть в нужную индустрию, в нужную нишу. И отчасти, наверное, это будет и плюс, и минус нашей с вами, скажем так, профессии. Почему? Если вспоминать вообще, как это все развивалось, на самом деле посчитать-то, что там, 50, 60, 70, ну 70 лет, наверное, это все как-то начинает ползти-ползти. И, конечно же, мы отстаем в этом, да, но, тем не менее, популяризация и ценность, ребят, кто занимается звуком в контенте, она есть. Отрицать это не стоит. И я за 10 лет этот прогресс вижу 100%, наблюдаю за тем, как со мной общаются клиенты на старте карьеры, как сейчас. И тут речь не о том, что тогда я был типа фуфлом, а сейчас что-то умею. Нет. Тут речь именно во взаимоотношении, в том, что пишут, какие бюджеты закладываются. Потому что тогда это одни цифры, сейчас это другие цифры. И, тем не менее, все равно слои клиентов, да, то есть категории, они всегда присутствуют. Если хотите, кстати, узнать о конкретных цифрах, на Boost я выложил 15-минутный мини-подкаст. Там я поделился своим опытом, скажем так, как я наблюдал именно за ценовой политикой. Ну и в целом рассказал, на какие цифры можно ориентироваться по заработку. Продолжим. Могу так сказать, что развитие в звуковом дизайне и вообще в звукорежиссуре, давайте этот термин будем использовать, он, конечно же, за рубежом достаточно более понятный и более востребованный. Потому что ценность отдельного этапа постпродакшена, да и даже просто продакшен на площадке, она имеет место быть. И люди понимают, что такое работа со звуком. У нас, к сожалению, это только-только начало формироваться. Либо это было, но это было в тени. Потому что такой вывод я делаю исключительно из того опыта, который я получил, да, общаясь с клиентами разных слоев, да, то есть разных ниш. Как уже сказал, там мы четко можем сформировать, кто такой человек, который занимается монтажом звука, тот, который занимается синхронными шумами, тот, который занимается SFX-ами, тот, который занимается и работает с голосом непосредственно. И это те профессии узконаправленные, которые действительно круто работают, когда вы понимаете, что у вас большой продакшен, и каждый этап этого продакшена поделен на раздельные, скажем так, направления. Это плюс и минус, потому что люди, которые обращаются и начинают взаимодействовать с людьми, которые работают со звуком, они недостаточно осведомлены, как устроен продакшен по звуку. И, наверное, это связано с тем, что популяризация и восприятие создания контента основывается на какой-то, наверное, масштабности и визуальной части. То есть, если мы берем кино, то в кино все. Мы видим, что вагон загружен техникой, кучу сотрудников посчитать всю смету, а потом такие, о, а еще же звук у нас. А звук это вот мальчик с палочкой и с микрофоном. Ну, конечно же, этого, наверное, достаточно. А потом там кто-нибудь все это слепит. Но никто не понимает, что помимо того, что у вас нужно склеить 2 картинки и поработать над историю в монтаже, оказывается, эту историю монтажа еще и подчеркивают звуком и работают с отдельными слоями. И вот в этом, конечно, есть и плюс, и минус того, что до сих пор еще немножечко есть вот этот слой, который немножечко вообще не вырубается, как устроен продакшен по звуку. Но, знаете, в чем плюс, который я точно выделю для вас? Это то, что если вы развиваетесь разносторонне и делаете контент не только в конкретной нише, там, к примеру, для анимации, либо просто из фейкса делать, либо как звукорежиссер круто чистите звук. Но если вы еще и прокачиваете другие аспекты производства, то вы будете оригинальным универсальным солдатом, который, в свою очередь, гораздо глубже может прочувствовать проект от заложенной идеи какой-то до работы изнутри в момент продакшена и уже в процессе постпродакшена. Это, на мой взгляд, огромный плюс, потому что тот человек, который знает все аспекты продакшена, он намного круче может раскрыть и подчеркнуть нужные эмоции, намного круче взаимодействует с командой, и намного лучше чувствует этот проект. Потому что, на мой взгляд, если взять, к примеру, команду, где все отделы поделены, и это, в принципе, я скажу правильно, но есть особенность такая ключевая, на мой взгляд, это то, что когда есть команда, не факт, что этой командой управляет хороший специалист. Кто это может быть? Это может быть какой-то супервайзер, да, если возьмем кино, если возьмем игру, это может быть лид-саунд-дизайнер. Этот специалист может оказаться тем человеком, у которого, да, действительно будет какая-то наслушанность, грамотность в продакшене, большой опыт, бэкграунд, но проблема в том, что хочешь не хочешь, все равно появляются рамки и правила, в которых ты должен существовать и играть. То есть, если ты видишь, как саунд-дизайнер, который сидит в отдельной комнатке с мониторчиками, все у тебя чики-пуки, там у тебя какие-то приблуды, чтобы записывать звуки, здесь у тебя удивительные аналоговые синтезаторы, и ты видишь сцену так, как ты ее видишь, чувствуешь, и ты понимаешь, что вот этот аккорд, вот это звучание, вот этот характер максимально подчеркнет конкретную сцену и драматургию этой сцены. Но супервайзер подойдет и скажет тебе, смотри, вышел фильм недавно, и вот здесь вот так сделали. Почему бы нам не сделать точно так же? И вот эта проблема, наверное, любого продакшена, любого контента, большая часть пытается следовать определенным правилам, которые устанавливают не они сами, а их как раз-таки наслушанность, насмотренность, правила рынка и так далее. Да, это большие деньги, да, это тот формат, который действительно может привести тебя к определенному результату. А тот аккорд, который предложил саунд-дизайнер, к примеру, он может не сыграть. И это факт, конечно, ну и то же самое можно сказать про те правила, которые установил как раз-таки там режиссер, супервайзер, и не могут одинаково правила работы в конкретных проектах, если это не, конечно, тупо скопированная шаблонная история какая-то, да. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как стать саунд-дизайнером, мой ответ и совет, развивайтесь планомерно, смотрите на разные направления продакшена, учите самостоятельно конкретные навыки, которые делают и выделяют вас на фоне остальных. А для этого нужно вспомнить и понять, какие у вас есть сильные стороны, понимаете ли вы основу психоакустики, понимаете ли вы принцип работы модульной обработки звука, работу с записью синхронных шумов, как записать, где записать, вот это все и формирует вас в оригинального и крутого специалиста. Вы должны зарубить на носу себе сразу, что талант с талантом не рождаются, талант воспитывается упорством, трудом, и максимальной прокачкой своих конкретных каких-то скиллов, которые и лепят из вас какого-то уникального чувака, у которого бардак на студии, пыльные барабаны и непонятные всякие штуки, на которые вы тратите бешеные бабки. Ну ладно, эта херня дешевая, но один из следующих советов, имейте в виду, это, наверное, минус, а может быть, опять же и плюс, я не знаю, как оценивать это, но трат действительно хватает, и, наверное, как и в любой профессии, это нужно учитывать. Но мой совет бустера, который я и ученикам даю, не гонитесь за какими-то дорогущими плагинами, там, Кротос сделал супер плагин, да, монстров, легко озвучить одной кнопочкой, Цуги, офигеть, провел мышкой, все, шух, у тебя получилось, озвучил все, что нужно. Прикоснитесь к звуку, ребята, начните с маломальского, возьмите телефон свой, рекордер, аж один, зум какой-нибудь, за три тысячи, там, еще что-нибудь, запишите этот звук, почувствуйте, проникнетесь процессом, вы должны основу и базу сначала прочухать, да, то есть, это то же самое, как ребята, которые сразу же стремятся в игровую индустрию, не понимая вообще, как устроен интерактивный звук, не понимая вообще, как выстраивается лейринг, не понимая, как вообще решать конкретные задачи последствием конкретного какого-то видения, а у вас это видение еще и не сформировалось, и, конечно же, у вас появляется ступор, да, когда вы еще и понимаете, что оказывается еще и там какую-то техническую часть учить в виде звуковых движков, там вот это все код, ой, поэтому, друзья мои, учите базу, мой совет вам начать это делать самостоятельно, на просторах ютуба, в интернете, зарубежный интернет, очень большое множество различного полезного материала, и, конечно же, будьте в ритме прогресса, потому что изучить конкретно набор определенных плагинов, и круто сводить, это одно, а, допустим, узнать принцип записи звука, понять, какие рекордеры пишут лучше, какие хуже, понять, как выстраивается работа со слоями в конкретной сцене, это уже другое, и это все, опять же, повторюсь, нужно потихонечку вот так вот собирать, как елочные игрушечки, на себя, на елочку, и быть вот такой вот красивый и уникальный. И чтобы быть в контексте, конечно же, нужно подписаться на мой телеграм-канал, там я начал проводить теперь созвоны на определенные темы композиторства, звука в кино, мы будем просто обсуждать, общаться и обмениваться опытом. Я хочу просто-напросто разбираться в индустрии и делиться своим опытом, который у меня есть, ну и, конечно же, черпать, обмениваться с другими этим опытом. Я думаю, что это тот самый полезный метод, который может поднять индустрию на уровень выше. Сейчас никто такого не делает. Кто-то индивидуально закрылся и в себе и ведет вот эти вот свои какие-то там мастер-классы туда-сюда, и вот эта конкуренция все равно чувствуется. Хотя постоянно говорю ребятам, что нет конкуренции у нас, ты все равно не сделаешь звук так, как я. Да, мы все крутим одинаково ручки, но мы все равно почему-то результат получаем какой-то оригинальный. Да, странно. И даже ученики мои делают одни и те же домашки, но почему-то у одного так звучит, у другого так, хотя вроде рассказываю все одно и то же. В этом-то и принцип. Если ты встал на путь звукового дизайнера, будь готов, что ты будешь универсальным солдатом. И если ты круто играешь на гитаре, и тебе это нравится, то попробуй сделать саунд-дизайн из звуков гитары. Это же очень интересно. Интересно. В этом-то и прелесть нашей творческой профессии саунд-дизайнера. И отвечаю опять же на вопрос, как стать саунд-дизайнером в 2024 году. Быть оригинальным. Стараться развиваться разносторонне. Набирать те навыки, которые покажутся для вас полезными и сделают вас более сильными в узких каких-то навыках, но расширят ваш кругозор и сделают вас более разносторонним. Понятное дело, нужно не забывать, что в каждой какой-то теме нужно потратить достаточно количество часов, чтобы разбираться. И, допустим, мой принцип самообучения, вообще прогресса как такового, это прокачиваться на конкретных задачах, которые поступают мне. Таким образом я и учился саунд-дизайну. Делая редизайн, пока у меня не было проектов, и делая саунд-дизайн на реальных проектах, дорогостоящих или каких-то малобюджетных, но очень интересных, я делал этот звук и в процессе учился, выстраивая свой, скажем так, звуковой ряд для этих проектов. И это, наверное, все, что я хотел сказать. В этом ролике в следующих я расскажу про клиентов. Это будет большая серия роликов, которая будет закрывать кучу-кучу вопросов, таких как, почему некоторые клиенты не ценят нашу профессию, где и как можно заработать. Ну, в общем, я буду рассказывать всю правду и подкреплять их какими-то своими кейсами. Так что подписывайся обязательно на канал и жди следующих роликов. Пока-пока. Да куда же ты лезешь-то, ебаный микрофон?